здравствуйте друзья буду тестировать различный вид твердого топлива в своем твердотопливном котле начну с самого дешевого это отходы пилорамы обрезка сосновой доски цена закуп где-то в среднем 250 гривен продается длиной 4 4 с половиной метра и нужно еще пилить под размер топки своего котла я закатавливал два года назад сейчас взвешу сколько влезет этих дров полную топку и засеку время за сколько эти дрова сгорят загрузил полную топку дров влезла ровно 19 килограмм сейчас поджигаю и смотрю сколько они будут гореть этой одной закладки должно хватить чтобы нагреть теплоаккумулятор на 800 литров он у меня не полностью разряжен сверху 78 градусов посредине 44 и снизу 30 градусов грею его до температуры 80 85 градусов сейчас на улице в районе 0 в общем по такой схеме буду тестировать все виды топлива так все друзья процесс пошел поджог дрова как всегда мне здесь полностью открыто поддувала и пока что полностью открыт шибер обычно я регулирую тягу с помощью шибера и так друзья час 45 дрова практически перегорели теплоаккумулятор нагрет сверху 84 посередине 88 и снизу 80 ровно на котле 70 градусов следующий материал горбы тоже отходы пилорамы он уже продается распиленный длиной где-то 35 сантиметров цена закуп 400 гривен покупал его летом и вот полгода он у меня сох надеюсь он уже хорошо просох также у меня есть акация береза и дуб сейчас взвешу сколько поместится в топку и засеку сколько он будет гореть температура теплоаккумулятора сверху 75 градусов посредине 40 и снизу 30 градусов температура на котле 36 градусов загрузил полную топку это пожалуй самый неудобный материал плане загрузки так как между досок много пустого пространства в топку влезло всего 17 килограмм поджигаю и засекаю время дрова сгорели вот там еще остались немножко угли добавлю я еще 2 килограмма итоги 19 килограмм по времени это заняло 2 часа 20 минут и буферная емкость нагрелась до 80 градусов может чуть больше этот вид топлива мне не совсем понравился так как с одной загрузки не получается нагреть буферную емкость день 3 загрузил акацию температура теплоаккумуляторе сверху 78 градусов посредине 46 и снизу 30 градусов акации влезло 22 с половиной килограмма вот это думаю наверное многовато буду убирать немножко так как вода скорее всего нагреется где-то до 95 может даже до 100 градусов поэтому сейчас оставлю 19 килограмм дров и буду поджигать поджог дрова акация сухая она лежит где-то лет пять поэтому гореть должна хорошо засекаю время и смотрю сколько она будет гореть дрова сгорели по времени акация горела 2 часа 20 минут температура на теплоаккумуляторе сверху 88 градусов по средине 90 и снизу 88 градусов хорошо что я вытащил вот эти дрова так бы температура была наверное градусов 100 следующий материал это береза загрузил я полную топку это валежник собирал я в лесу летом надеюсь он сухой и будет гореть хорошо в топку поместилась чуть больше 17 килограмм температура в теплоаккумуляторе верху 80 градусов посредине 42 и снизу 30 градусов вот и березовые дрова сгорели прошло времени 2 часа 12 минут температура в теплоаккумуляторе сверху 90 градусов посредине 93 градуса и снизу 88 градусов загрузил дуб сюда влезло 20 килограмм только конечно наполовину пустая температура в теплоаккумуляторе сверху 77 градусов посредине 40 и снизу 30 градусов и снизу 30 градусов и снизу 30 градусов дубовые дрова горели практически 4 часа вот там даже осталось одно полено температура на теплоаккумуляторе сверху 76 градусов посредине 78 и снизу 76 дрова горели долго но жара дают мало температура на котле 63 градуса это максимальная температура больше не поднималась друзья буду пробовать топить котел вот такими топливными брикетами пеникей взял две упаковки по 10 килограмм сейчас температура на теплоаккумуляторе сверху 73 градуса посредине 44 и снизу 30 градусов загрузил топливные брикеты топку получилось где-то пол топки взял немножко дров для растопки и проверю как они горят как утверждают продавцы топливные брикеты намного эффективнее друг вот я и проверю неохотно брикеты разгораются возможно их нужно было снизу поджигать прошло уже где-то полчаса а горения практически нет наверное буду пробовать поджигать их снизу топливные брикеты перегорели жарят они очень хорошо горели 5 часов 25 минут и температура сверху 94 градуса посредине 96 и снизу 96 градусов и друзья давайте подведу итоги своего эксперимента сделал я вот такую небольшую таблицу куда вписал вид топлива сколько я потратил килограмм на одну топку и цену цену и оказывал с учетом доставки сразу скажу что особо большой разницы между вот этими видами топлива я не заметил плюс минус где-то все горит одинаково единственная разница существенная это в цене поэтому остановлюсь я на первом виде топлива это обрезки сосновых досок и буду использовать их в качестве основного постоянного топлива для своего твердотопливного котла с дров мне больше всего понравилась береза как горит и менее всего понравился дуб хорошо себя показали брикеты но из-за своей стоимости я их не рассматриваю как постоянный вид топлива разве что в качестве резервного не использовал я в качестве топлива уголь так как в котле у меня водонаполненные колосники и даже при топке дровами они периодически закипают при топке углем они мне кажется будут кипеть постоянно плюс для того чтобы разжечь уголь нужно все равно использовать дрова даже вот брикеты для того чтобы их поджечь я использовал дрова а на этом друзья все всем спасибо за внимание до новых видео вот вот вот